Это Пульс дня, мы продолжаем. Трансконтинентальная битва за контроль над Тихим океаном. Пекин готовится восстановить заброшенный аэродром ВВС США в этом водоеме. Глобальная напряженность, по всей видимости, продолжит нарастать. Речь об объекте, расположенном на расстоянии 2896 километров от американского штата Гавайи на небольшом острове Кантон. Участок суши входит состав республики Кирибати. Во времена Второй мировой на нем размечалась авиация США. По мнению аналитиков, любое наращивание военного присутствия в регионе обеспечит Китаю доминирование над Вашингтоном в случае вооруженного конфликта. Возрожденная авиабаза может стать не только восстановленным объектом. Скорее всего, ее модернизируют и расширят. В конечном итоге на ней смогут совершать посадку современные истребители. Остров Кантон занимает весьма любопытное стратегическое положение. С его территории возможно запускать разведывательную авиацию не только в сторону Гавайев, но и по направлению к Австралии и Новой Зеландии. Эти страны не входят в блок НАТО, однако являются близкими военно-политическими союзниками США. Не только военная, но и дипломатическая напряженность растет в американо-китайских взаимоотношениях. Госсекретарь Блинкин выступил с резким, правда, завуалированным обращением Китаю. КНР прямым текстом он не называл, однако и так стало понятно, кого именно глава внешнеполитического ведомства имеет в виду. Некоторые утверждают, что действия правительств в рамках собственных территориальных юрисдикций – это их личное дело, права человека. Это якобы субъективное понятие, которое зависит от культурного контекста страны. Однако всеобщая декларация права и свобод человека, она универсальное действие в рамках собственных юрисдикций, не дает ни одному государству права порабощать, пытать, устраивать этнические чистки в отношении собственного населения. Напомним, Запад обвиняет власти Синьцзянь-Ульгурского автономного района КНР в задержаниях и пытках ульгурского нацменьшинства. Основная претензия, обращенная в адрес коммунистов, представителей этнического нацменьшинства принудительно содержит в лагерях. Это так называемые центры перевоспитания Соединенных Штатов, называют их местами, где творится геноцид. В январе Вашингтон запретил импорт хлопка и томатов из Синьцзянь-Ульгурского автономного района Китая. Поводом послужило использование, по сути, рабского труда при его изготовлении. Пекин эти обвинения отрицает. Лагеря правительство КНР называет ласкающим ухо словосочетанием центра профподготовки. Суть вопроса в том, что США и некоторые другие страны создали дискуссию о так называемых проблемах в области прав человека в Синьцзянь-Ульгурском автономном районе. Делается это сознательно, чтобы политически давить на Китай. США злоупотребляют своими ресурсами и используют для этого платформу ООН. Атаки на КНР происходят для удовлетворения своих собственных интересов. Это откровенное пренебрежение принципами, заложенными в основу ООН. Взаимная критика на земле и над землей свои претензии в адрес Пекина высказали на днях в НАСА. КНР обвинили в несоблюдении ответственных стандартов после того, как обломки неуправляемой ракеты вернулись в атмосферу земли. По данным информагентства Reuters, государственные СМИ Китая сообщили, обломки ракеты Long March 5B, стартовавшие 29 апреля с острова Хайнань, упали в Индийский океан к западу от Мальдивских островов. Космическое командование Соединенных Штатов, в свою очередь, подтвердило факт возвращения ракеты в атмосферу, отметив, что неизвестно, упали ли обломки на сушу или на воду. В своем субботнем заявлении глава НАСА Билл Нельсон сообщил, цитирую, космические державы должны сводить к минимуму риски для людей и имущества на земле при вхождении в атмосферу космических объектов и обеспечивать максимальную прозрачность в отношении этих операций. Очевидно, что Китай не соблюдает ответственные стандарты в отношении своего космического мусора. Конец цитаты. По данным агентства Associated Press, обломки ракеты видели жители Иордании, Омана и Саудовской Аравии. Они разместили ролики падающих фрагментов в социальных сетях. Ну, кстати, вот, пожалуйста, везде вода, Тихий океан, пожалуйста, с островом космос, пожалуйста, военная сила, да, ракета, которая, ну, по факту она не является военной, но мы понимаем, что космос в некотором обозримом будущем может стать платформой, на которой крупные державы, военные, экономические, также схлестнутся. И мы видим наступление в данной конкретной ситуации по линии Пекин-Вашингтон на всех направлениях. Иными словами, администрацию президента Байдена и Харрис ждет эпохальная битва в следующие годы, в последующие четыре года, потому что битва будет серьезной, и у китайцев аппетиты большие и прибольшие, потому что они хотят господствовать по всему миру, и они хотят заполонить своей дешевой продукцией весь мировой рынок. Сколько там проживают людей? Полтора миллиарда, да, если не ошибаюсь? И вот мало того, что они сами покупают там внутри страны, так еще и не производят то, что все хотят покупать, и дешево. И, конечно же, Соединенным Штатам нужно иметь эту информацию в виду. Почему? Потому что бизнесмены, как вот Байден говорил, «Эх, Уолл-стрит, Уолл-стрит, что же вы с нами делаете-то?» Да, потому что и финансисты, и бизнесмены хотят сотрудничать с Китаем. Ну, слушай, их можно понять, их интересует только одно – прибыль. А там, конечно, все дешево. И, конечно же, им это выгодно. И если Байден и его администрация сейчас предпримут какие-то меры, каким-то пряником заманят финансистов и айтишников и другие бизнесы, которые сотрудничают с китайцами, вот сюда установят им нормальные условия налоговые, хотя от Байдена этого вряд ли дождешься, послабления налоговых. Но, тем не менее, может быть, какими-то ковришками их можно заманить сюда, в нашу страну, обратно сказать, ребята, не сотрудничайте с китайцами, бросьте это занятие. Фу! И поэтому, конечно, если все это произойдет, если пойдет по правильному сценарию, то можно, конечно, добиться того, что китайцы, я не знаю, так и будут всегда там где-то плестись. Ну, пусть не плестись, но хотя будут на втором месте. Ну, не знаю, плюс ко всему, вот китайцы все говорят, вот, нам доллар не нужен, нам доллар не нужен. А пока без доллара-то они никуда и не туда, и не сюда. Потому что, да, они придумали в последнее время вот эту инициативу «Один пояс, один путь», которая, в общем-то, и нацелена на то, чтобы сбить с ног доллар. Но искать союзников, скорее всего, надо, потому что Трамп в свое время, экс-президент, заявлял, мы сами справимся, вот у нас сейчас торговая сделка в подвешенном состоянии, первый раунд мы заключили, потом еще что-нибудь придумали, вот тянул эту резину. Но Байден совершенно иначе смотрит на проблему, он говорит, нам нужны союзники. Ну, будем надеяться на союзников, а что нам делать стоит? Ну, союзники, в данном случае, когда речь идет о Китае, у Соединенных Штатов, в регионе четко уже, кажется, определены. Но в первом случае это Австралия, и мы видели, насколько позволяла себе Австралия такую достаточно жесткую риторику в адрес Пекина. У них совершенно прекрасные две гражданки, одна министр иностранных дел, а вторая министр обороны. И, в общем-то, когда они приезжали в Вашингтон, а было это буквально в конце прошлого года, то дали понять, что они держат руку на пульсе, если так у них будут, руку на брюхе, но в данном случае, кстати, анекдот абсолютно применим к реальности, потому что продовольственная зависимость, в том числе, от Китая, это фактор, который в мире есть, и с ним необходимо считаться. Ну, то есть, что-то, конечно же, Китай покупает у Соединенных Штатов, это что-то стало предметом для торговой войны, которая началась буквально незадолго до начала пандемии коронавируса. Однако, ну, те же самые, например, помидоры из Синьцзянь-Югурского автономного района, это достаточно большой, весомый кусок рынка, и тут нужно понимать, что многие страны, которые даже сейчас готовы выступить против Китая, они это делают немножко через боль, через силу. Конечно. Что там помидоры? Микрочипы. Ну, брюхо – это помидоры, а микрочипы – да. А это уже… Иногда тоже, кстати, брюхо, потому что микрочипы могут контролировать автоматизированные системы в теплицах, да, согласен. Поэтому тут все взаимосвязано, и нужно, конечно, предприятия организовывать на местах уже по производству микрочипов, чем, собственно, и занимаются, например, в Техасе. Вот совсем недавно там рассказали о том, что открывают производство, и в скором будущем не будут зависеть от китайского рынка. Да, но полностью избавиться, конечно, будет трудно. Объясним тут просто в чем дело. Действительно, есть такая мечта, она вынашивалась республиканцами, добиться такой ситуации, при которой бы в Соединенных Штатах обратно начался бы промышленный рост. Ну, мы еще это можем назвать как повторная индустриализация. Дело в том, что целый ряд крупных городов, и Нью-Йорк, прямое этому подтверждение, не только Нью-Йорк, там больше нет промышленных мощностей, которые еще в начале 20 века, и даже отчасти в середине, были на слуху во всем мире. Вначале они переехали из мегаполисов, потом они переехали уже второй раз в Китай по причине того, что это дешевая рабочая сила. И во многом действительно, кстати, рабский труд, на который до поры до времени не обращали внимания, но напомним, что вообще проблему рабского труда подняла предыдущая администрация в лице госсека Пампео, экс-генсека, и именно он говорил о том, что рабский труд в Синьцзянь-Югурском автономном районе – это то, с чем нельзя считаться. То есть по факту, чтобы было совсем понятно, в Советском Союзе заключенные производили весомую долю ВВП. То же самое происходит сейчас в Китае, когда люди, оказавшиеся даже не на зарплате, а в условиях лагеря, делают что-то, что задешево покупается в остальном мире. И, понятное дело, не все производство Китая, оно такое режимное и рабское, но даже то, что они называют вполне себе вольно-наемным трудом, там условия не ахти. Пока есть потребность в мире покупать дешевые товары, а этого хотят, то, понятно, обратного индустриального роста в Соединенных Штатах наблюдать мы, наверное, не сможем, либо есть другой вариант, как он может случиться. Это пересмотр всех экономических параметров, заложенных за последние десятилетия. То есть это означает, что в Соединенных Штатах должен появиться какой-то избыток населения, который будет способен пойти работать на фабрики, на заводы и работать за не такие большие деньги. То есть по факту в стране должно организоваться две экономические зоны. Одна – это крупные города, мегаполис, которые могут производить экономические услуги, экономические блага, то есть заниматься распределением того, что произведено на территории Соединенных Штатов, и другая часть Соединенных Штатов – это места, где все это должно будет каким-то образом производиться. Мы сейчас находимся, понимаете, в таком свободном падении, мы фантазируем. Может быть, полете все-таки? Я думаю, что вряд ли такой сценарий реализуем, потому что необходимо большое количество людей, либо все должно подорожать. Это правда изменение. А уже дорожает. Уже дорожает, но тогда еще сильнее подорожает. Вот еще проблема. Но, кстати, мы знаем, что сейчас элементами давления на Китай в американской дипломатии является ситуация не только в Синьцзяньугурском автономном районе. Это также Тибет, это также Тайвань, и это также Гонконг. Но, в общем, из всех перечисленных территорий сейчас не подконтролен Пекин только Тайвань. Это островное государство, которое не признано государством как независимым, правда, субъектным каким-то образованием Соединенными Штатами. Однако, исповедуя политику формально единого Китая, все-таки администрация в Вашингтоне делает все для того, чтобы Тайвань не достался Китаю. Обратно. Всякое упоминание Тайваня в дипломатических разговорах вызывает истерику в МИДе КНР. Они начинают говорить, что это их внутреннее дело. Ну, какое же это ваше внутреннее, если вы по факту этот остров не контролировали, ребята, никогда. Этот остров, напомним, на него юрисдикция КНР вот физически не распространялась с момента образования КНР, потому что на Тайвань убежало правительство предыдущего Китая, Гоминдань, партия, если кто помнит. Но Гонконг тут, увы и ах, оказался в свое время слит. И вот что любопытно. Мы знаем, мы подробно говорили о протестах в Гонконге, о законе так называемой национальной безопасности, о тех героических людях, которые выходят на улицы этого мегаполиса. Это активист Джошуа Вонг, в частности, мы его очень много раз упоминали, и те несправедливые тюремные сроки, которые ему там по суду были назначены. Но вот, пожалуйста, новости пришли из Гонконга. Свыше 100 тысяч сообщений поступило в Гонконге на специальную горячую линию по вопросам нацбезопасности с момента ее запуска в ноябре прошлого года. Об этом проинформировали его в понедельник в пресс-службе местной полиции. Но тут интересная история, потому что полиция, она находится под контролем администрации Гонконга, которая формально еще 20, ну чуть меньше 25 лет пользуется независимостью и автономией. Однако мы видим, что, в общем-то, и Кэрилам, и все чиновники вполне себе лояльны Пекину. И если там есть какая-то автономия, то я не знаю, где она, в каком месте завалялась и осталась. Ну так вот, полиция, как они его называют, специально административный район КНР, специально для продвижения этого закона запустила эту горячую линию. И мы видим, что, конечно же, в городе тоже происходит такое... Если верить этим данным, потому что у меня как-то не особо есть основания доверять официальным данным Гонконгской администрации, мы видим, что в городе есть внутренний конфликт. Огромное количество людей идентифицирует себя гонконгцами. Другая часть людей, которых, кстати, во многом КНР туда сознательно в последнее время заселял, они уже лояльны Пекину. Ну и в этом наверняка есть драматургический конфликт. То, что когда-то в Гонконге бабахнет, не так, как мы это могли наблюдать с 2014 года и вот до последнего времени, а бабахнет действительно серьезно. В тот момент, когда у Китая поднимутся аппетиты, это, наверное, все-таки данные, с которыми мы встретимся. И вот сможет ли Пекин ее решить, это вопрос очень хороший. И что-то, мне кажется, что если даже он попытается, не будет это так легко. Пока же переходим к следующей части пульса дня. Лукашенко рассказал, что будет со стороны, если его убьют. Все подробности после короткой паузы.